Человек смертен и понятия не имеет, что будет делать сегодня вечером. Такие слова произнес Воланд в фильме «Мастер Маргарита». Однако люди, которые пришли в кино, точно знают, как проведут ближайшее время. Роман Михаила Булгакова снова экранизирован. Можно увидеть великий бал у сатаны. Эта сцена стала кульминацией литературного произведения. В съемках мистического бала приняла участие актриса из Владимира Елена Серегина. Она разместила анкеты на актерских сайтах и получила приглашение от кастинг-директора. Речь шла о групповке. Сцену снимали в павильоне Мосфильма около суток. По сценарию приглашенные гости поднимались по лестнице и целовали колено Маргариты. В их числе была наша землячка. Практически сразу дали ТЗ от режиссера, что мы должны быть такой инфернальной группой, которая пришла на бал. Ну, то есть это все понятно. Нам мы порепетировали, отрепетировали вот это шествие, отрепетировали, как каждый целует колено Маргарите. Кто-то на нее смотрит, кто-то не смотрит. То есть вплоть до таких деталей там это все было. Ход драмы задавал российский и американский кинорежиссер и сценарист Михаил Лакшин. Мастера сыграл Евгений Цыганов, Воланда Аугуст Диль, Маргариту Юлия Снегирь, а Коровьева Юрий Колокольников. С некоторыми из них довелось поработать и актрисе из Владимира Елене Серегиной. Актеры там были Снегирь и Колокольников. Это кого я точно видела. Я видела их процесс внутренний, тоже репетиционный. Когда у нас был перерыв, с ними репетировал тоже Михаил Лакшин. Тихонечко мы посмотрели с несколькими еще ребятами, актерами. Было очень интересно, очень четкий процесс. Работают они замечательно. Но не было такого, что мы подходили, знакомились, фотографировались. Лично я не подходила. К сожалению, в финальную версию картины кадры с нашей актрисой не вошли. Мировая премьера состоялась 25 января. В этот же день показ прошел и во Владимире. Первые киносеансы собирали в залах аншлаги. В утренние часы в зале достаточно свободных мест. Зрители в предвкушении просмотра. Молчание упало на толпы гостей. Как писал Булгаков, большинство знают содержание книги. Читала книжку лет 10 назад. Сначала в детстве, потом в взрослом возрасте. Подстановки никакие не смотрела. Ажиотаж в СМИ поднялся, новый фильм пришла посмотреть. Для меня книга произвела просто неизгладимое впечатление. В свое время сериал произвел такое же неизгладимое впечатление. А фильм это просто что-то невероятное. Действительно очень классное, очень качественное, очень интересное. Картина вызвала особый интерес и у местных артистов. В репертуаре Владимирской драмы есть спектакль «Мастер и Маргарита». В нем занят известный актер и режиссер Владимир Лаптев. Он играет Воланда. Актер дал свою оценку современному кинопродукту. Они снимали свои фантазии по поводу романа. Фантазии. Поэтому много плюсовки и придумки, не имеющие отношения к роману. Сюжетные линии. Хотя столбовые моменты соблюдены, но в принципе они не соблюдаются особо. Это очень крепкий американский блокбастер. Сделан по всем законам и лекалам голливудского кино. Еще до пожара в театре спектакль ставил Владимир Кузнецов. Постановка идет два вечера. Получилось близко к оригиналу произведения. Вероятно, у автора современной экранизации мистического романа действительно были другие задачи. Воланд как персонаж все время ведет разговоры, диалоги с мастером. Он его опекает. Все эти разговоры у них приобретают смысл не просто о романе. Хотя и о романе тоже. Это какие-то философские вопросы поднимаются. Связанные, что такое страна, государство, что такое человек. Воланд, которого сыграл Владимир Лаптев на сцене, и Воланд Аугуста Диля на экране два непохожих фантома. И все же оба созерцатели отмечают в драмтеатре. Вот только увидеть спектакль мастера Маргарита пока не получится. Здание театра до сих пор восстанавливают. Другие сцены для масштабного действа не подходят. А вот кассовый блокбастер еще будет идти в формате 2D. Евгений Павлов, Артем Замоскин, 6 канал.